После огромного, ошеломительного успеха сисикрема от Диапрос, я решила продолжить знакомство с этой маркой, потому что очень мало обзоров в интернете, помимо вот именно того сисикрема, который стал такой большой знаменитостью. Для тех, кто не смотрел то видео, Диапрос это корейская косметика и довольно-таки интересный это бренд. Здесь есть как и декоративная косметика, так и уход. Уход тоже меня очень интересует, но я думаю, это тема отдельного видео. А сегодня мы сосредоточимся на декоративной косметике. Преимущественно сегодня макияж я выполняла косметикой Диапрос. Много чего у меня здесь есть, есть очень классные стоящие вашего внимания продукты, есть полные провалы. Ну в принципе, как и всегда, как и в любом бренде, это абсолютно нормально. Но перед тем, как мы с вами перейдем к этому макияжу, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. И даже если вы здесь не впервые, обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Я понимаю, что я каждый раз эту территорию, и может быть это занимает какое-то, оказалось бы, ненужное время. Но я вижу статистику своего канала и вижу, что достаточно большое количество людей для того, чтобы смотреть мои видео, просто забивают в поиск Beauty Benefits TV и потом смотрят мои последние видео. Для того, чтобы это не делать, для того, чтобы все было гораздо удобнее, просто нажмите кнопочку подписаться, которая вот там находится. И также нажмите колокольчик, тогда YouTube вас еще и будет оповещать, когда выходит мое новое видео. Также маленький апдейт, я практически закончила свою татуировку. Сейчас она, кстати, в защитной пленке, потому что только два дня назад был последний сеанс. И будет еще один сеанс в середине августа. И тогда уже наконец-то я смогу сказать, что я ее уже полностью закончила. Да, интрига продолжается, но видео обязательно будет. Ну а теперь давайте приступать к макияжу. Как видите, макияж глаз я уже сделала. И сегодня по задумке я решила что-то такое простенькое на глазах сделать в оранжево-теракотовых оттенках. И, кстати, для макияжа глаз я тоже использовала два продукта из линейки Diapros. Первый буду очень хвалить, это вот такой вот стик. По сути, это кремовые тени для глаз, они идут в разных оттенках. У меня это оттенок номер 21, который, можно сказать, с первого взгляда напоминает консилер. После того, как я несколько раз попробовала этот продукт на глазах, я поняла, что это для меня лично полный аналог MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Вот абсолютно то же самое он делает. Абсолютно точно так же выравнивает просто тон века. И на нем у меня тени держатся просто отлично. Если у вас очень жирные веки и вам нужно действительно продлить стойкость макияжа глаз, я уже много раз говорила, что вам, скорее всего, поможет только NARS Smudge Proof Eyeshadow Base. Вот эта база действительно держит тени на очень-очень жирных веках. Но если вам нужно просто выровнять общий тон века, чтобы тени ложились более однородно, и вы любите какие-то базы по типу Maybelline какие-то телесные или тот же MAC, который я вам сказала, я вам вполне могу рекомендовать переключиться на этот стик, потому что он делает абсолютно то же самое и стоит гораздо дешевле, чем MAC. И также сегодня я использовала карандаш для глаз. Это вот такой вот двухсторонний карандаш, то есть с двух сторон колпачки, с двух сторон выкручивается карандаш. Правда, я не совсем понимаю, для чего здесь две стороны, потому что оттенок с двух сторон один и тот же. То есть вы сначала пользуетесь вот этим, он у вас заканчивается, и потом вы можете переходить к другой стороне или как-то так. Но вообще для меня этот принцип, для чего было делать две стороны, не совсем понятно. Тем не менее, у меня это оттенок 23, это очень красивый коричневый оттенок, вот такой вот базовый коричневый оттенок. Чем отличается этот карандаш? Это тем, что он не скользящий, он именно пудровый. Если вам нравится эффект растушеванной стрелки, если вы любите создавать какой-то легкий растушеванный акцент у ресниц, вот этот карандаш вам понравится. Он не очень легко наносится на века, но когда вы его наносите, он сам как будто себя растушевывает, то есть вы сразу наносите такую легкую растушеванную дымку. Если вы любите гелевые карандаши, которые скользят вот так вот моментально по веку, то это совершенно не тот вариант. Это именно пудровый карандаш для того, чтобы делать эффект такой вот дымчатый растушеванный на веки. Теперь предлагаю перейти к макияжу лица. У меня есть абсолютно потрясающий продукт. Наверное, он мне понравился больше всего из всего, что я сегодня буду показывать. Эта тональная основа называется Гилаурон Ампул Фондейшн. Здесь также есть SPF 50 и PA++++. И, как всегда, в корейской косметике очень много дополнительных ухаживающих бонусов. По названию мы уже поняли, что здесь есть гиалуроновая кислота. Также заявлено, что это питательная формула, не просто увлажняющая, отбеливающая. И также здесь указано, что антиэйдж эффект тоже в этой тональной основе. Меня в этой тональной основе впечатлило несколько вещей к свойствам, пока мы не переходим, потому что я сейчас буду это наносить на лицо. Вы сами посмотрите, как это выглядит. В первую очередь упаковка. Как по мне, это абсолютно люксовый продукт. Очень красиво выглядит упаковка. Сама баночка такая, как жемчужная, с золотой крышечкой. И весь вид такой немножко как уходовый, что намекает нам на то, что это не просто тональная основа. И дозатор здесь, кстати, вот такой вот в форме пипетки. И вторая вещь, которая меня очень впечатлила, это ее объем. Здесь, внимание, 60 грамм. И да, казалось бы, когда покупаешь, вроде бы как она не сильно-то и дешево стоит. Но если учесть, что вы, грубо говоря, платите за двойной объем, и если разделить стоимость на грамм, то это получается крайне бюджетная цена. И за это я вообще, в принципе, люблю Корею. За очень бюджетные деньги можно получить гораздо более высокого качества продукт, чем масс-маркет. Ну и чтобы сильно вокруг да около не ходить, я сейчас буду наносить эту тональную основу на лицо. У меня, кстати, оттенок 23. Это самый темный оттенок. И я хочу начать с минимального количества, потому что эту тональную основу легко можно наслаивать, и можно сделать тончайший слой, который вообще не будет видно на лице. Но в то же время все основные проблемы уже будут скрыты. Я нанесла совсем немного, но, как видите, общий тон лица у меня выровнялся. Возможно, консилером можно какие-то еще мелкие недостатки проработать, но в целом мне очень нравится эффект, который получается с тонкого слоя. И сама тональная основа, на мой взгляд, выглядит очень красиво. Это такой вот типичный корейский фарфоровый финиш. Появляется вот это сияние, которое нельзя назвать ни жирным, ни влажным. Оно именно имитирует фарфор, вид фарфора. И, конечно же, если вам это нравится, то вам в первую очередь нужно обратить внимание на корейскую косметику. К сожалению, на эту тональную основу очень мало отзывов, но я считаю, что она заслуживает не меньше внимания, чем вот этот вот известный уже CC-крем. У него на всех сайтах очень высокий рейтинг. Люди его просто обожают. Он действительно очень хороший. Если вы до сих пор еще, кстати, не видели мой тест-драйв этого CC-крема и обзор, то обязательно посмотрите. Я вам его под буквочкой А оставлю. И вы сможете сравнить, какой эффект вам нравится больше. И мне вообще нравится, что у меня получается создавать обзоры так, что вы, в принципе, сами можете сформировать свою точку зрения, потому что я показываю все в очень хорошем качестве, при макросъемке тоже. Поэтому, независимо от того, какие у меня субъективные ощущения, вы сами можете открыть даже несколько видео подряд, сравнить картинку, что вам нравится больше, и таким образом сделать свой выбор. Как я уже сказала, и как вы сами можете видеть, тональная основа это очень фарфоровая, очень сияющая. И если вы знаете, что для вас это может создать проблему, и лицо может начать быстро еще сильнее блестеть, то вы, конечно, можете закрепить ее пудрой. И сегодня я вам покажу в действии пудру Diapros из линейки Soft Essence Twin Pact. Это пудра именно матирующая. Вот если вы любите создать такой вельветовый, бархатный, матовый финиш, то вот это ваша пудра. Я все же люблю такой более сатиновый финиш, поэтому вы знаете, что я очень люблю пудру Pixi. Но вот эта пудра, это как раз-таки тот вариант, чтобы убрать жирный блеск и чтобы его контролировать. У этой пудры, знаете, еще какой супер-бонус есть? То же самое, как и с тональной основой. Вы, грубо говоря, покупаете одну, но получаете две, потому что в комплекте, вот она, кстати, идет вот в такой вот упаковке, в комплекте также есть еще рефил. Как только у вас заканчивается пудра, вы достаете из этой упаковки рефил и вставляете его в пудреницу. Поэтому я и сказала, что, грубо говоря, за свои деньги вы получаете два продукта. У меня, кстати, это оттенок номер 21. Кстати, если будете выбирать себе такую пудру, обращайте внимание на оттенки, потому что вот этот 21 оттенок, он может желтеть. Если у вас очень светлая, холодная кожа, 21 оттенок точно не для вас. Я сегодня этот оттенок наносила под глаза. И мне под глаза эта пудра, наверное, больше всего нравится, потому что под глазами она меня как-то очень сильно освежает. Вот когда я наношу какую-то транспарантную пудру или какую-то очень светлую пудру, у меня зачастую бывает даже такая, как сероватая тень под глазами остается. А когда я наношу желтенькую пудру, то она меня наоборот очень сильно освежает, и мне нравится этот эффект. Вы наверняка знаете, что для средних тонов кожи вообще идеально подходит банановая пудра. Это, конечно, далеко от бананового цвета, но тем не менее она более желтая. Поэтому если вы это не любите, то ни в коем случае не берите этот оттенок. А если наоборот вам это нравится, то 21 оттенок это как раз то, что вам нужно. Я вот сейчас покажу, как она выглядит. Вот я ее буду наносить на Т-зону. Как видите, на мне она не делает какое-то желтое пятно, но я знаю, что если оттенок кожи посветлее, это может быть именно желтым пятном. Теперь я хочу нанести румяна, и от Diapros у меня есть румяна из линейки Velvet Blusher. И это у меня оттенок номер 4. Это вот такие настоящие терракотовые румяна. Они на щеках выглядят именно такими кирпично-персиковыми. Хотя давайте, наверное, я его просто нанесу, для того, чтобы вы сами посмотрели, как это все выглядит. Эти румяна очень слабо пигментированы. Но я не могу сказать, что для румян это минус. Для меня лично это плюс. Потому что румяна это такой продукт, который очень легко с ним переборщить, и очень легко превратиться в такую морфушечку-душечку. А мы все-таки хотим более современный макияж. И вот я не знаю, насколько это сейчас видно. Мне кажется, камера должна улавливать этот оттенок. Он очень деликатный. Вот именно такой вот персиково-кирпичный оттенок. И после того, как я нанесу бронзер, это в целом все будет выглядеть очень красиво. Но и вот так вот уже это можно оставить. Если вы наоборот не любите бронзера, вам нужны именно румяна для освежения, то мне кажется, что вот это очень красивый оттенок. И для меня это в первую очередь именно летний оттенок. Единственное, чего мне не хватает, это, естественно, хайлайтера. Но, к сожалению, отдаю вопрос, у меня нет хайлайтера, поэтому я сейчас что-то нанесу и вернусь к вам для того, чтобы продолжить этот макияж. Ну что ж, остались только губы. У меня для этого есть два продукта. Первый это карандаш для губ. Это опять та же история, что и с карандашом для глаз. Опять-таки он двухсторонний, но с каждой стороны один и тот же оттенок. Тем не менее, у меня это оттенок номер 10 и изначально я буду заполнять губы именно этим карандашом и дополнять я его буду тинтом, который называется Vivid Tint in Rouge. Вообще, если у вас свои очень красивые такие пухлые губы, вы можете вполне обойтись только тинтом для губ, потому что он потрясающий. Но он потрясающий именно на таких вот красивых пухленьких губах. Ну так как я, к сожалению, не обладательница таких губ, мне изначально нужно делать коррекцию, исправлять форму губ с помощью карандаша, а дальше я уже наношу этот тинт как топпер. Как видите, этот карандаш рисуют без каких-либо проблем. Его, в принципе, можно использовать как самостоятельный продукт, имитируя матовую помаду. Но сегодня мы будем его дополнять еще тинтом. У меня это, кстати, оттенок номер 7. Вообще, этот тинт, это такое потрясающее ощущение на губах. Это как очень-очень приятное масло, которое еще имеет какой-то оттенок. На губах получается такой тыквенно-оранжевый оттенок, и после нанесения этого тинта сразу такой максимальный комфорт на губах. Такое впечатление, что масло какое-то на губах находится. Очень комфортно, абсолютно не сушащий эффект. Единственный продукт, который у меня есть, но который я сегодня не использовала, это вот такая вот жидкая подводка. Она называется Speedy Eyeliner, и она очень дешевая, но очень плохая. Поэтому, если вы ее встретите, я вам абсолютно не советую ее покупать. Даже учитывая, что она стоит настолько недорого, даже этих денег она не стоит, потому что она ужасно ложится. Такое впечатление, что она делает не сплошной цвет, а это такая прозрачная база, в которой комочками собирается какой-то более темно-серый пигмент. Вот как-то так бы я ее описала. Ну вот и все. Нам, в принципе, осталось только подвести итоги по тональной основе. Я вам сейчас покажу, как она выглядит при дневном освещении. Вы можете сами посмотреть, сделать для себя выводы, насколько вам нравится, как она выглядит или не нравится, как она выглядит при дневном освещении. Мне вообще кажется, что дневное освещение – это самое правдоподобное освещение и самый такой серьезный тест для тональной основы, поэтому смотрите сами, делайте выводы. И также я, конечно же, покажу вам, как эта тональная основа продержалась на протяжении дня. Вы сейчас можете как раз наблюдать эти кадры до и после. Вообще, по моим наблюдениям, эта тональная основа лучше всего подойдет для обладательниц нормальной или сухой кожи, потому что на комбинированной или жирной она может очень быстро начать блестеть на Т-зоне или вообще, в принципе, по всему лицу. Если же вам нравится очень матовое, вельветовое, такое бархатное лицо, то, скорее всего, эта тональная основа не для вас. Что ж, на этом я видео буду заканчивать. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте мне пальцы вверх. Это помогает развитию моего канала, а еще помогают ваши подписки. Поэтому, если вы не подписаны, конечно же, подписывайтесь. Это можно сделать вот здесь вот. И если у вас есть еще немного времени, вы можете посмотреть другие мои видео. Я вам, кстати, оставлю вот в карточках здесь обзор на вот этот CC-крем. Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. Тем более, что у вас будет возможность сравнить два продукта от Diapros и посмотреть, какой вам нравится больше. А у меня на этом все. И мы с вами увидимся очень скоро в новом моем видео.